Выставка посвящена ошибкам компьютерным. И для меня было очень важно создать цельное ощущение сломанной комнаты. Поэтому моя часть этой всей экспозиции, она называется сломанной комнатой. Техника совершенствуется с каждым днем. И все равно мы получаем не только самые интересные, самые невероятные возможности, но еще и сталкиваемся с постоянными сбоями. Это происходит регулярно, и это невозможно игнорировать. Но и в то же время это делает саму цифровое пространство, саму технику более человечной. Потому что человека от машин, скажем так, или каких-то других объектов отличает наличие разума, наличие ошибок, наличие чувств. И вот это ощущение того, что цифра может стать живой, оно и явилось началом для создания этой выставки. Все началось очень неожиданно с того, что у меня просто появился айфон. И первое, что я начал делать, это смотреть приложение. Что интересного люди смогли придумать для телефона, который уже давно перестал быть телефоном. Он стал портативным компьютером, он стал чем-то большим. И после того, как я ощутил всю силу того, что я могу общаться со всем миром, и с тем, что у меня в руках есть своя записная книжка, с помощью которой я могу отслеживать какие-то изменения как в реальном мире, так и в виртуальном в своих работах, с этого момента у меня появилось очень большое поле для работы. Потому что с этого момента я понял, что мне интереснее не создавать работы руками, хотя такие коллаборации тоже у меня присутствуют, но интереснее деформировать и менять материи, создавая из одного другое. Так же, как это представлено здесь, работы отходят от стены, и мы видим отслоение, и вся, вся, собственно, инсталляция здесь, она построена на ракурсах. С одной стороны нам кажется, что это непроходимый лес, с другой стороны чистое пространство. И вся эта комната, в которой мы находимся, и вторая, которая находится дальше, она представляет из себя диалог. Диалог компьютерных ошибок, системных ошибок. И такого идеального пространства, которым для меня является пустота. На примере этих работ можно понять, каким образом была выстроена вся экспозиция всей этой комнаты. Принципом является замена координат. То есть каждая точка 3D-модели имеет свои координаты. X, Y и Z. Соответственно, если поменять одну цифру на другую, то мы получим новую форму. То есть это переход одной формы в другую. И здесь видно, как меняется сама материя, как форма человека остается такой же, но ее текстуры начинают жить своей жизнью. И вот эти подписи цифр, которые здесь указаны 7 на 8, 6 на 7, 8 на 9, это как раз и есть замена этих координат. Здесь появляется множество новых элементов, но для меня было интересно то, что целостность и узнаваемость самой фигуры человека вообще никак не меняется. Таким же методом была сделана вся инсталляция этой комнаты. Была выстроена 3D-модель и также произведена замена точек. И оттуда я уже вытащил вот эти вот ткани, которые здесь есть. Это полигоны, которые я вытащил из 3D-модели для создания такого полного погружения. На выставке представлена центральная работа, которая как раз отвечает главной теме всего биеннале в этом году. Это связь поколений. Здесь представлена работа под названием «Цветок цивилизации», которая вся состоит из черепов. И мы видим, как плавная деформация черепа одного по кругу создает цветок. И не все зрители видят здесь вообще черепа. Он собой символизирует то, что мы находимся в городском пространстве, и нас окружает опыт и труд других людей из предметов, которые были сделаны в разное время. То же самое с цветком. То есть, находясь в точке отчета, в его центре, мы видим, что это черепа дальше, он растворяется и становится просто цветком, который символизирует собой вот как раз цивилизацию. Для меня очень важно в какой-то момент самому становиться зрителем. И вот эти работы, они живут только когда напечатаны, потому что только в этот момент происходит игра теней, и здесь видно, как работа просвечивает стену, и когда мы проходим мимо нее, то у нее меняется фон и меняются нюансы, что позволяет ей быть какой-то уже другой. Появляется динамика. Вот, например, вот на этом куске мы видим, как ловятся тени, и даже от количества источников света начинается какой-то второй слой, другая игра теней. Поэтому для меня очень важно, чтобы каждая моя работа, она была исследованием, и когда это исследование начинается с одного, а заканчивается другим, это то, ради чего все это, собственно, и делается. Даже текст на выставке является работой, потому что здесь показано, каким образом текст становится кодом. Постепенно весь текст погружается в цифры. Это не просто цифры, а двоичный код, с помощью которого слова становятся цифрами. И также здесь представлен оттиск сломанного принтера, для того, чтобы его отразить в работах и показать такую устаревшую, устаревшие способы передачи информации. Поэтому все фракталы, которые окружают нас здесь, они тоже пропущены через такой фильтр и больше походят на какие-то старые заброшенные конструкции, создавая тем самым подобные старые какие-то информационные пространства, в которых новые технологии с ними таким образом взаимодействуют, что они постоянно находятся в какой-то динамике своей собственной. В противопоставлении этой комнате, такой вот устаревшей, какой-то неправильной графики, я решил сделать контрастную для нее комнату вторую, в которой представлено идеальное пространство. Идеальное пространство для меня – это как точка отсчета – белый лист или пустота. Интересно то, что в зависимости от того, насколько мы можем воспринять пустоту, такой она для нас и будет. Мы не знаем, какой она формы, мы не знаем, насколько она глубока, насколько она вообще велика в размерах. Или, может быть, она с собой представляет бесконечность. И таким образом было записано видео, которое состоит из трех частей. Трех частей формы образования – это пористость, следующее – это борозды, и третье – это разломы. И исследование вот этого желаемого пространства, скульптурного, плоского, пористого или более объемного, оно является некой точкой отсчета для того, чтобы мы могли получать ощущения эстетические или просто какие-то расслабляющие, чтобы каждый человек нашел комфортную для себя среду. Собственно, что и происходит сейчас, потому что, когда мы видим человека, который просиживает долгое время в телефоне, мы просто понимаем, что сейчас и здесь ему не очень комфортно, и он ищет себя где-то еще. Главное, наверное, уметь вовремя остановиться и заметить и найти то, что тебе действительно нужно. Мое отношение к цифровым технологиям очень простое на самом деле. Я считаю, что это инструмент. И, как обычно, в одних руках он становится неряшливым и несет очень много иногда и несчастья, иногда и каких-то бед. В умелых руках все становится на свои места, и поэтому возможности, которые мы получаем, они тоже могут быть использованы самым разным образом и также как бы дозировано. Все это очень гармонично может войти в нашу жизнь. Вовсе не для того, чтобы заменить одно другим, а скорее помочь нам найти интересующие нас темы, взаимосвязь с другими людьми. Это лишь помощь в самопознании, но никак не замена реальной жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...